Добрый вечер! Вы смотрите первый телепроект о жизни Оренбургской епархии. Сегодня расскажем, как горожане прошли крестным ходом, почему хлеба и водки не место на кладбище, как меняются люди после паломничества и придется ли жене отвечать за грехи мужа. Но обо всем по порядку. Главным событием уходящей недели для православных, конечно же, была Пасха. Праздник, который лежит в основе веры. Праздник, который дает надежду на спасение, на продолжение жизни, на Царство Небесное. Оренбургцы отметили его с размахом, молитвами, церковными службами и крестным ходом. Как христосовались горожане, расскажем прямо сейчас. По одной из главных улиц города православные шли не спеша. С иконами, хоругвиями, свечами. Движения на время крестного хода перекрыли, но к таким мерам все отнеслись с пониманием. Ведь в этом праздничном шествии участвовали тысячи оренбуржцев. И целью этого светлого благоговейного шествия была радостная. Сотни православных несли весть. Христос воскрес из мертвых и смертью смерть попрал. С каждой минутой священники и прихожане приближались к Никорскому собору. Приближались под аккомпанемент церковного перезвона. Радостного, громкого благовеста. Паскальный крестный ход – традиция в память о том, что когда-то давно жены-мироносцы пошли в Иерусалим возвестить ученикам о воскресении Господа. И каждый год православные, по сути, воспроизводят это событие, приносят в храм благую весть. В этом году разделить радость Пасхи захотело так много горожан, что службу провели не в самом соборе, а во дворе храма. Действительно, для верующего человека Пасха – самый светлый праздник. Ведь православные считают, что Иисус Христос, Сын Бога, отдал свою жизнь в жертву, собственной кровью скупил грехи людей и подарил самое главное – надежду на спасение души, на очищение от грехов. Его путь верующие вспоминают во время Великого Поста. 40 дней православные ограничивали себя буквально во всем. 40 дней не было места празднику. Зато теперь на пасхальной службе так много радости во всем – от голосов певчих до цветов облачения священников. По традиции, именно в это время прилюдно на глазах у прихожан митрополит возводит своих подчиненных в новый сан. Святейший Патриарх Московский Евсея Руси Кирилл, за ваши труды во славу Святой Церкви награждает вас саном Ротоерия. Но, конечно, главная радость для верующих – возможность прикоснуться к чуду благодатного огня. Православные верят, что это пламя каждый год накануне Пасхи появляется в гробе Господнем в Иерусалиме. Его бережно забирают с мраморных плит и выносят верующим, чтобы те могли сохранить его в доме. Этот огонь символизирует воскресение – выход из гроба самого Иисуса Христа. Это замечательный символ того света, который пришел к нам с воскресением Христа. И приняв этот огонь, что делает человек? Он его хранит и обновляет, например, подливая масло в лампаду. А вот этот символ говорит нам о том, что Пасха должна продлеваться в течение года и обновляться от воскресенья к воскресенью. Пасха не заканчивается одним днем, а она 52 раза в год происходит. Праздничная служба завершается тоже символично. Сотни православных подходят христосоваться к митрополиту. Хотя каждый понимает, задерживаться не стоит, но обмен пасхальными угощениями длится около часа. Так много людей хотят получить благословение и символ благой вести из рук архиерея. Впрочем, владыка не только отдавал, но и получал подарки. И в этом единении общей радости, общей вере, наверное, и есть главный смысл и торжество Пасхи. Я хочу от всего сердца поздравить светлым Христом в воскресенье. Той пасхальной радостью, которая всех нас осеняет, укрепляет и утверждает. Христос в воскресе! Этим вечно живым приветствуем я приветствую всех жителей нашего города Оренбурга и всей земли нашей Оренбургской. Всех православных христиан. И желаю, чтобы воссиявший от гроба Христос Шестнодавец благословил нашу землю миром, единомыслием. Чтобы мы ощущали те большие блага, которые Господь дарует нам, любящим Его, и творили, и исполняли заповеди Его, а также мы все спаслись. Уже через два дня десятки тысяч оренбургцев повезут на кладбище баулы с едой и спиртным. Многие устроят на могилах настоящий субботник, плавно переходящий в поминки. Примерно так, 25 апреля, многие невоцерковленные люди встретят радовницу. Воцерковленных людей от такого празднества оторопь берет, потому что все эти ритуалы к традиции и праздникам никакого отношения не имеют. Это пережитки советских времен и отголоски языческого прошлого. Как же все-таки православным пристало праздновать радовницу? Попробуем разобраться в рубрике «Дата». Православие учит относиться к кладбищам и покойным с особым почтением. Сами погосты считаются святыми местами. Здесь даже можно провести службу. Могила для верующих – это место будущего воскресения. Поэтому и к захоронениям действительно нужно относиться заботой и почтением. Но вот интересная деталь. В православии не используют слово «умерший». Принято говорить «усопший». Ведь считается, что в свое время все покойные восстанут из гробов. Именно поэтому радовницу празднуют сразу после пасхальной недели. Это учит христиан не печалиться о смерти близких. Но радоваться их рождению в жизнь вечную. Таким образом и заботиться церковь учит не столько о прахе и могиле, сколько о душе. Именно поэтому церковь не приветствует помин, которые приносят на могилы многие миряне. Например, когда на могилу ставят и уж тем более выливают алкоголь и черный хлеб. Когда родственники покойного сами выпивают и закусывают на могиле. Все это с точки зрения веры совершенно неправильно. Ведь усопшему ни еда, ни вода не нужны. Куда важнее память, молитва и милости неживых. Православные считают, после смерти телесной душа больше не может сама творить добрых дел, которым она могла бы умилостивить Бога. Поэтому эта обязанность ложится на близких покойного. Это их христианский долг. Церковь учит молиться за покой усопших и прощение грехов не только в домашней молитве и на кладбище, но и в первую очередь в храме. Поэтому прежде чем ехать на погос, стоит посетить службу в церкви, попросить о поминовении близкого в алтаре, причаститься и, конечно, раздать милостыню. Именно это и будет той самой Пасхой для мертвых. Паломничество на Святую Землю. Об этом мечтают тысячи православных. Многие вовсе уверены, что обязаны его совершить. В таком подходе есть доля истины, ведь посещение Иерусалима – это еще библейская традиция. Считалось, что праведные иудеи должны трижды в год бывать на Святой Земле. Обязательно на Пасху. Именно поэтому Иисус Христос, который большую часть жизни провел в Галилее, вместе со своими учениками на Пасху отправляется в Иерусалим. Русские люди тоже довольно быстро переняли эту традицию. И в российских летописях еще XI века можно встретить упоминания о паломничестве. Вполне можно понять и наших современников, которые хотят пройти по Святой Земле, где творилась история православия. Именно поэтому наша епархия в прошлом году организовала полноценный паломнический тур для оренбургских священников и прихожан. Для меня была одна цель. Во-первых, поклониться святыням общехристианскому. Мы и на гробе Господнем служили, и на пещере Рождества Христова, и на гробе Богородицы все причащались к единому телу и крови Чаши Христовой. Единения было. Чтобы соединить духовно всех своих священнослужителей, наших, оренбургских. Чтобы жили не только заботами о своем храме, но и о епархии. Решали какие-то общие насущные проблемы, чтобы мы могли быть в единении, в единении Духа. И мне кажется, поездка была положительна в этом плане. Не всяк человек может попасть в Иерусалим, может попасть туда, куда попала наша группа. Нас принимал святейший патриарх Иерусалимский, все Палестины. Каждого благословил. Это же немаловажно. Кроме всего, мы побывали почти в всех основных евангельских местах, которые описывают Евангелие. Вы знаете, у нас было большинство мирян. И они, я надеюсь, с радостью прожили жизнь Спасителя на земле. Вот этот момент, где Спаситель ходил, где кого исцелял, где гробница Лазаря четырехдневного, где его гроб Господень. Все это переживалось в сердце. А очень просто. Обращаются в епархии. У нас есть сейчас миссия в Иерусалиме, которую мы можем только через миссию и отправить. Если раньше можно было уехать любому человеку, то сейчас в связи с большим паломничеством всех принимают. И только наша миссия организовывает все поездки по святой земле. Ну а отсюда, через наш отдел паломническую службу, которую возглавляет отец Дмитрий Цурай, можно направление получить и поехать туда. Православные люди уверены, мужа и жену соединяет в первую очередь не штамп в паспорте, а Бог. И две разные жизни, по идее, становятся одной, общей. Но вот как быть с грехами? Придется ли отвечать совместно или каждый остается при своих? Этим вопросом задались и наши телезрители. Скажите, пожалуйста, несет ли жена ответственность за грехи мужа, если она живет на его деньги, а он не всегда честно их зарабатывает? В семье все должно быть вместе, все должно быть сообща. Может быть, это некое идеальное видение семьи, но тем не менее. То есть в семье супруги должны быть едины и как в плане телесном, физическом, так и в плане духовной жизни, так и в идеале в плане религиозной жизни, христианской жизни. И, конечно, в данном случае, если жена соучаствует в этом, то есть пользуется этими материальными благами, которые нечестно или не совсем честно заработаны, это и ее грех в том числе. Точно так же, как, например, когда говорят об абортах и считают его специфически женским грехом. Нет, это совершенно не так. И, несомненно, ответственность за грех аборта несет также и супруг, мужчина или там парень, да, девушки, которая на это пошла. Также и здесь. Если это грех обоюдный, то есть это совершается в семье, то, наверное, какую-то долю ответственности несете и вы как супруга этого человека. Поэтому вы должны иметь в виду, что, может быть, ни сегодня, ни завтра, но в какой-то перспективе этот вопрос, конечно, должен быть решен. Бывают люди на исповеди. Можно ли я исповедовать за своего супруга или за свою маму или за своего сына? Это совершенно невозможно. Но если мы вместе пользуемся в данном случае неправильно нажитым добром, ну, это значит вина обоих. Какова мера этой вины, здесь уже трудно сказать, да, может быть, жена и не хочет этого, и постоянно говорит об этом мужу, но он пока не соглашается, да. В этом случае, наверное, ее вина будет минимальная. А может быть, она рада и счастлива, и наоборот, его всячески там потакает, что вот другие-то зарабатывают хорошо, а ты никак не можешь. И он вынужден идти вот на какие-то не совсем там честные схемы, вот. Вот. Это же может касаться, например, такого распространенного явления, к сожалению, в нашем современном мире, как разводы. Чаще всего люди считают, что вот это вот он такой плохой и нехороший, или наоборот, это вот я-то стараюсь, там она меня не слушает и так далее. То есть тоже все, что происходит в семье, супруги несут обоюдную ответственность. Кто-то меньше, кто-то больше, несомненно, но, как правило, всегда ответственность взаимна. Свои вопросы вы тоже всегда можете задать по телефону 97 96 85 или отправить электронной почтой, адрес сейчас на экране. Главное, помните, церковь всегда рядом, рядом с теми, кто в ней нуждается. А мы прощаемся и увидимся ровно через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok